Привет всем, в студии Кати Забавская я расскажу, что обсуждается в Байнете. Мошенничество в сети уже далеко не редкость, но иногда пользователи сами выкладывают снимки, которые для умельцев просто золотая жила. Один из белорусских интернет-сайтов подобрал список фотографий, которые не должны попасть в сеть. Казалось бы, очевидным не постить снимки паспорта, но нет, есть люди, которых это не смущает. Также всему миру не стоит показывать фотопластиковых карточек, виз, авиабилетов и даже билетов на концерты. Любые штрих-коды на документах можно расшифровать, поэтому если очень хочется похвастаться билетами на Мальдивы или походом на рок-концерт, скройте лишнюю информацию. Интернет-пользователям не дает покоя аксессуар, в котором капитан команды «Что, где, когда» Алена Повышева появилась на съемках одного из выпусков программы. Многие юзеры удивились украшением на шее женщины, рассмотрев в нем БДСМ-направленность, и даже обнаружили на одном из интернет-сайтов похожий аксессуар. Также звучало мнение, что белорусска пошла на провокацию осознанно. Кстати, победа осталась за командой знатоков. Какие ролики в мировой ютуб-копилке набирают популярность? Сейчас вы все узнаете. Известная теннисистка Виктория Азаренко сейчас находится в миске, ожидая рождения ребенка. Вместе с ней живет ее бойфренд Билли Макик, который преодолевает трудности перевода. Наш ответ итальянскому миллионеру, известный благодаря своим пародиям дуэт Боня и Кузьмич, вновь в топе просмотров. На этот раз пара копирует горячие заморские танцы. Опасный улов. Съемочная группа кормит белую акулу тунцом, чтобы как можно ближе снять на камеру хищника. Внезапно крупная рыба перекусывает прутья клетки, где находится оператор, и попадает внутрь. При попытке освободиться акула ранит себя, но люди пытаются спасти аквалангиста, который оказался у нее на пути. В итоге мужчина поднимается на поверхность без единой царапины. Удача или профессионализм? Видимо, и то, и другое. Вальс, безусловно, красив, но когда его танцуют в паре и не на трассе в Минск-национальный аэропорт, мужчина, чье состояние вызывает тревогу, перекрывает движение на проезжей части своими танцевальными па, а затем с поднятыми руками бежит навстречу, к светлому хочется верить к будущему. Чудом уцелел водитель легкового авто, благодаря хорошей реакции, остался цел и невредим. В Гродно ему навстречу в потоке машин внезапно выехал КамАЗ. Мужчина вовремя сориентировался, но затем остановился на обочине, чтобы прийти в себя. Красоты много не бывает. В сети появилось таймлапс видео северного сияния в Беларуси. Наслаждайтесь! Все это обсуждается в Байнете. Говорите, и вас услышат. Нашли что-то стоящее? Делитесь в комментариях. Наше видео вот здесь. До встречи в эфире!